Я действительно установил, что без советской социальной системы, без сталинского руководства и лично без Сталина мы потерпели бы поражение. Советский период был вершиной русской истории. Ничего подобного такого уровня не было и не будет. Вершина была достигнута благодаря советской системе, благодаря сталинизму. Без Сталина ничего подобного не было. Я даже роль Сталина оцениваю выше, чем роль Ленина, хотя я роль Ленина оцениваю очень высоко. Я считаю, 20-й век. Вообще это век Ленина, Сталина. Ну, может быть, можно добавить сюда еще Мао Цзэдуна. Это был не просто вершина русской истории, это был прорыв в мировой истории. Прорыв в мировой истории. Наша страна создала эволюционную конкуренцию западному пути эволюции. На Западе это поняли прекрасно. И вся холодная война, ну, уже Гитлер был направлен против нашей страны тогда, уже понимали опасность этого пути. Гитлер был фактически... Война Гитлера против нас была фактически войной Запада против нас. Ну, а потом вся холодная война больше 50 лет. И эта война продолжается до сих пор. И до сих пор нас, русских, еще на Западе считают, так сказать, генетическими коммунистами. И пока нас не добьют до конца, не успокоятся. Так вот, к вопросу, вы спрашиваете, личность Сталина. Вот случайно получилось так, что на вершине руководства нашей страной оказался прирожденный гений. Он как политический стратег, как руководитель процессов огромного масштаба оказался личностью уникальной. Он на 10 голов выше всех деятелей крупного масштаба, живших в ту эпоху. Я считаю, что Гитлер был гений, безусловно, гений. Но Сталин на несколько порядков оказался выше его. Черчилль был гениальный человек, но он щенок по сравнению со Сталином, понимаете? Ну и масса других черт. Вот есть такой феномен, я называю это субстанцией власти. Сталин был воплощенный субстанцией власти.